Папе Папа отложил газету и осмотрел ежика. Ежик был курносый и симпатичный. Кроме того, папа поощрял любовь сына к животным. Кроме того, папа сам любил животных. Хороший еж, симпатяга, где достал? Мне мальчик во дворе дал, ответил Славик. Подарил, значит, уточнил папа. Нет, мы обменялись. Он мне дал ежика, а я ему билетик. Какой билетик? Лотерейный, сказал Славик и выпустил ежика на пол. Пап, ему надо молока дать. Погоди с молоком, строго сказал папа. Откуда у тебя лотерейный билет? Я его купил. У кого? У дяденьки на улице. Он много таких билетов продавал. Ой, пап, смотри, ежик под диван полез. Погоди ты со своим ежиком. Сказал папа нервно и посадил Славика рядом с собой. Как же ты мог мальчику отдать свой билет? А вдруг он что-нибудь выиграл? А он выиграл, ответил Славик, не переставая наблюдать за ежиком. То есть, как это выиграл? Тихо сказал папа, и нос его покрылся капельками пота. Что выиграл? Холодильник, сказал Славик и улыбнулся. Что? Что такое? Папа как-то нервно задрожал. Откуда ты знаешь, что холодильник? Как откуда? Сказал Славик. Я по газете проверял. Там первые три циферки сошлись. И все остальные. И серия та же. Я уже умею проверять. Я уже взрослый, папа. Взрослый, меняешь холодильник на ежа. Папа как-то нервно задрожал. Но я подумал, испугался Славик. Я подумал, что холодильник у нас есть, а ежика нет. Замолчи, закричал папа и вскочил с дивана. Кто, кто, где этот мальчик? Он в соседнем доме живет, сказал Славик и заплакал. Его Сеня зовут. Идем, сказал папа и схватил ежика голыми руками. Идем, быстро. Не пойду. Не хочу холодильник. Хочу ежика. Да пойдем же, оболтус. Только бы вернуть билет. Я тебе сотню ежей куплю. Нет, не купишь. Сенька и так меняться не хотел. Тоже мне видно. Мыслитель. Ихидно сказал папа. Ну, быстро. Сене было восемь лет. Он стоял посреди двора и со страхом смотрел на грозного папу, который в одной руке нес Славика, а в другой ежа. Где, сказал папа, надвигаясь на Сеню. Где билет? У меня нет билета, сказал Сеня и захныкал. А где он? Я из него голубя сделал, сказал Сеня и заплакал. Не плачь, сказал папа, стараясь быть спокойным. Не плачь, мальчик. Значит, ты из него сделал голубя. А где этот голубок? Он на карнизе засел. На каком карнизе? Вон на том. И Сеня показал на карниз второго этажа. Папа снял пальто и полез по водосточной трубе. Дети снизу с восторгом наблюдали за ним. Два раза папа срывался, но потом все-таки дополз до карниза и снял маленького желтенького бумажного голубя, который чуть размок от воды. Спустившись на землю, тяжело дыша, папа развернул билет и увидел, что он был выпущен два года назад. Ты когда его купил? Спросил он у Славика. Еще во втором классе. А проверял когда? Вчера. Ну, это же не тот тираж, устало сказал папа. Ну и что? Зато все циферки сходятся. Папа молча отошел в сторонку и сел на лавочку. Папа, ты не расстраивайся, сказал Славик, подходя к отцу. Сенька говорит, что все равно он нам ежика отдает. Спасибо, сказал папа. Спасибо, Сеня. Он встал и молча пошел к дому. Ему вдруг стало очень грустно. Он понял, что уж никогда не вернуть того счастливого времени, когда с легким сердцем меняют холодильник на ежа. Здравствуйте, дорогие гости и участники нашего праздника. Мы приветствуем вас на втором фестивале «Неразлучные друзья. Взрослые дети». Сегодня мы увидим концерт наших юных участников, подведем итоги конкурса. В конце вас ждет сладкий сюрприз. Я желаю от души повеселиться ребятам на нашем празднике, ну а взрослым ненадолго вернуться в то время, когда с легким сердцем меняют холодильник на ежа. Я с удовольствием передаю слово нашим сегодняшним ведущим. Это Артем и Светлана Еремины. Добрый день! Мы рады приветствовать вас, дорогие ребята и взрослые. Мы начинаем нашу праздничную программу. Открывает наш концерт фольклорный ансамбль «Махоня». Художественный руководитель Вера Николаевна Хоботова, концертмейстер Анатолий Михайлович Куляскин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Будет кто-то бегать, но не я Куда уходит детство, куда ушло оно Наверно, в край чудесный, где каждый день кино Где так же ночью синей струится лунный свет Но нам с тобой отныне туда дороги нет И зимой, и летом небывалых ждать чудес Будет детство где-то, но не здесь И в сунгробах белых, и по лужам у ручья Будет кто-то бегать, но не я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда уходит детство в недальние края К ребятам по соседству, таким же, как и я А нужно не слышно, пока весь город спит И писем не напишет, и вряд ли позвонит И зимой, и летом небывалых ждать чудес Будет детство где-то, но не здесь И в сунгробах белых, и по лужам у ручья Будет кто-то бегать, но не я И в сунгробах белых, и по лужам у ручья Будет кто-то бегать, но не я И в сунгробах белых, и по лужам у ручья Мы благодарим ребят за прекрасно подготовленные номера И великолепные рисунки их родителей, которые участвовали В создании творческих работ, ну и, конечно же, зрителей Спасибо Сейчас приглашаем всех на сладкий фуршет Участники рисунков, конкурса рисунков Можете получить дипломы у нас Прямо сейчас Всем хорошего настроения Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!